Все. Пять долгих лет Шепард, преодолевая препятствия и обманывая даже Костлявую, пытался предотвратить вторжение Жнецов. Но, увы, пришествие древних машин, уничтожающих все разумные цивилизации, так же неизбежно, как и наступление ночи, что растилается тревожной тьмой после захода Солнца. Вот он конец. Жнецы здесь. Очередной цикл подходит к завершению. Войны не избежать. Единственный шанс не то что одержать победу, но хотя бы выжить, объединить в стальной кулак всю мощь галактики для решительного удара по превосходящему силой врагу. Именно с такой мыслью капитан Шепард вынужден бежать с погибающей земли, оставляя позади невинных людей и дорогих друзей, которых не ждет счастливый конец, если он не придумает, как остановить кровавую жатву. Несколько месяцев прошло с того момента, как Шепард уничтожил ретранслятор и вместе с ним батарианскую колонию на 300 тысяч голов, тем самым выиграв еще немного времени. Увы, короткую отсрочку ему пришлось провести на родной планете. Руководство Альянса, все еще сомневающиеся в реальности страшной угрозы, списало Шепарда на землю. Однако теперь, когда человечество содрогнулось от мощного и сокрушительного удара жнецов, единственная надежда на спасение именно капитан Нормандии. Сам он это прекрасно понимает, и чем ближе развязка, тем сильнее на него давит груз ответственности, тем чаще снятся ему тревожные кошмары. Mass Effect 3 самая мрачная игра в серии. Куда бы ни направился капитан, везде витает дух отчаяния, всюду чувствуется, как галактика прогибается под тяжелой поступью беспощадных жнецов. Надеясь дать отпор врагу, Шепард летит на цитадели и обращается к совету. Теперь его главы не отрицают очевидное, но и на выручку людям не спешат, самих себя бы уберечь, да и конфликты давние не способствуют всеобщему объединению под одним знаменем. Тут уж делать нечего, как и всегда, капитану приходится решать чужие проблемы и примерять давних врагов, выбирая порой из двух зол меньше и готовясь к неизбежным потерям. Выбор, впрочем, встает не так часто, как хотелось бы. В основном диалоговое колесо демонстрирует лишь две реплики, обе которых нередко приводят к одинаковым последствиям. А зачастую этого колеса нет и вовсе. Помните беседы с Косуми и Заидом из Mass Effect 2? Теперь, за редкими исключениями, с напарниками можно общаться исключительно так. Другое дело, что галактика стала куда отзывчивее к былым деяниям Шепарда, и речь не просто о благодарственных письмах или продолжении романа. От того, как он поступал раньше, зависит жизнь и друзей, и соратников. Да что там, целых раз. Каждый из которых — это теперь в первую очередь военный ресурс, безликие цифры на терминале. Турианский флот — 300 единиц. Спасенный в Mass Effect Дредноут Путь Предназначения — 70. Старина Грюнд — 25. И, столкнувшись с невиданной доселе угрозой, Шепарду приходится принимать непростые решения — думать, кто ценнее, кем допустимо пожертвовать, и сможет ли он предать собственного друга, поступить со своими принципами во благо всего мира. Тут уж математика проста — чем больше очков, тем больше шансов на успех. Почти любая миссия — это отчаянный бой, после которого позади остаются руины, а впереди лишь стремительно угасающая надежда. Первый человек Спектр сталкивается с такими тварями, против которых вряд ли бы выстояли обычные бойцы. Жнецы, геты, цербер — чтобы одолеть всех, приходится как следует готовиться. Тщательно подбирать умения, ныне скромно ветвящиеся уже с 4-5 ранга, и настраивать оружие. Апгрейды найдутся для любых ситуаций. При этом с количеством пушек лучше не перебарщивать. Чем больше и тяжелее оружие, тем дольше перезаряжаются способности. Ну а на поле боя под стать врагам и атмосфере Шепард ведет себя как никогда агрессивно. Физическая подготовка не дает уставать от бега, да и в целом он стал куда подвижнее. Схватки вообще теперь намного динамичнее и ожесточеннее. Шепард бегает, прыгает, лихо перекатывается и зрелищно расправляется с теми, до кого может дотянуться в ближнем бою. Однако и противники его не так просты, самых опасных в лоб не одолеть. Например, Банше, самое жуткое творение жнецов, вмиг расправится с капитаном, если тот подпустит ее слишком близко. А вот атласа и вовсе лучше не уничтожать. Разумнее аккуратно вынести оператора, а затем занять его место. И все это в декорациях буквально развершивася ада. Тучанка, Суркеш, Луна Полавина, Тессия, Ранах и, наконец, Земля. Шепарду предстоит побывать на родных планетах многих раз. И именно от событий Mass Effect 1 и 2 зачастую зависит то, кого он встретит. Ну или не встретит. Отправится ли Гаррус с ним в решающий бой? Возглавит ли Рекс армию Кроганов? Побывает ли та ли на родине? Все зависит от капитана и это подкупает. А в перерывах между боями Шепард возвращается на Цитадель. Последнюю, пожалуй, тихую гавань во всей галактике. Там можно спокойно отдохнуть в компании товарищей, да сдать найденный в космосе хлам. Увы, готовиться к решающей схватке значит не просто биться из последних сил, но и по-прежнему исследовать необъятную вселенную в поисках всего, что может пригодиться. Начиная от потерявшихся отрядов и заканчивая черепами каких-то древних динозавров, хотя казалось бы. Дело это до боли знакомо и набившее осковину еще в Mass Effect 2. Нормандия носится по мини-карте и зондирует планеты, ища что-нибудь полезное. При этом мало кто попросит Шепарда об услуге, обстоятельно объяснив что, где и как в нормальной беседе. Почти всегда дополнительные миссии появляются либо из подслушанных случайных диалогов, либо выдаются командованием. Нужно, мол, отбить базу у Цербера. Там ученые, а это ценный ресурс в войне. И позже, уже после того, как Шепард завершит свое задание, для зачистки или иных целей туда направляют специальный отряд Альянса, и именно так с историей связан многопользовательский режим. Четверо игроков должны отразить 10 волн, выполняя всякие важные поручения. И в случае успеха индекс готовности галактики к войне ощутимо вырастет, что даст Шепарду, в свою очередь, небольшую свободу в его решениях, позволит порой действовать по совести, а не из холодного расчета. А сами элитные вояки, точно так же, как и он, развиваются, вплоть до 20 уровня, после чего их можно перебросить на передовую, обеспечив тем самым дополнительные 75 очков боеготовности. Скопив столько сил, сколько можно, Шепард ведет свою армию в последний бой. Цена как никогда высока, шансы выжить ничтожно малы. А ведь так легко затеряться одному маленькому кораблику в безграничном космосе. Говорит Леара, но от судьбы не уйдешь. О том, что случилось в конце Mass Effect 3, спорить будут еще долго. Как и многие фанаты, не таким я видел финал грандиозной космической эпопеи длиною в 5 лет. BioWare обещала поставить жирную точку в истории капитана Шепарда, но вместо этого подбросила лишь приигрышню вопросов. Ответы на которые мы если и получим, то уже в дополнениях. Или чего уж там, Mass Effect 4. Для кого-то последние 10 минут оказались великим провалом, для кого-то достойным финалом. Тут уж каждый решает для себя сам. Но факт того, насколько горячо люди обсуждают Mass Effect 3, говорит о том, что эта игра, да и вся серия, не проходит мимолетным развлечением, а как настоящее произведение искусства, оставляет след в душах и находит свой уголок в сердцах игроков. Вы были на Земле, когда Реперы уничтожили. Как вы уничтожите вы уничтожите, чтобы уничтожить, когда миллион людей на Земле уничтожили? Это лучшая вещь? Я уже достаточно, с вашей журналистом. Не в этом, вы милитар... Ах!